Добрый день, меня зовут Михаил Бирман, на дворе июнь 2018 года, и это новое 10-минутное видео о том, как правильно выставить товар на продажу на аукционе eBay, используя посредника WesternBit. Наберитесь терпения, и для начала посмотрим на список того, что вы должны приготовить, прежде чем начать выставлять товар. Итак, это аккаунт продавца на eBay, фотографии товара, заголовок для лота на английском языке, описание товара на английском языке и стоимость пересылки товара за границу. Теперь перейдем на сайт аукциона. Вкратце наш план следующий. Мы меняем установки аккаунта продавца с тем, чтобы установить налог в штате Флорида, а затем переходим к выставлению лота. В левом верхнем углу нажимаем на Account Settings в выпадающем меню и попадаем на установки аккаунта. Здесь нам нужно выбрать сайт Preferences. Напоминаю, мы включаем сейчас налог на продажу. Налог по-английски Sales Tax устанавливается только для покупателей из Флориды, и это необходимые условия для работы с WesternBit. Налог будет оплачен покупателям сверх стоимости лота, это почти не повлияет на сумму, которую вы получите после продажи. Итак, еще раз в разделе Sales Preferences вашего аккаунта нужно найти строку Payment from Buyers, то есть оплата от покупателей. Мы отмечаем на этом видео стрелочками все необходимые действия, которые нужно сделать. В выпадающем меню увидим, что Sales Tax Table, то есть таблица взимания налога не установлена, поэтому нажимаем на Edit напротив этой графы и в разделе Флорида проставляем 7 процентов. 7 процентов это размер налога в штате Флорида, где живут всего 6 процентов населения США. Проставляем галочку напротив применить к стоимости пересылки тоже и нажимаем на кнопку Save сохранить. Таким образом мы установили, установили размеры налогов для наших покупателей. Дальше переходим к выставлению непосредственно товара. Нажимаем на кнопочку Sell в правом верхнем углу и в зависимости от ваших сеттингов, от ваших настроек, вы либо попадаете на Seller Hub, либо попадаете сразу на страничку выставления товара. Нажимаем на создать лот, выбираем единичный лот и тут нам нужно написать title, то есть заглавие нашего лота, заранее подготовленное заглавие на английском языке. Его можно сделать с помощью Google Translate. Как видите, вот очаровательная, самодельная тряпичная кукла будет звучать как Charming Homemade Ragdoll. То есть мы берем это словосочетание и вставляем в эту графу название лота и eBay автоматически выдает нам категории, в которых мы можем выставить этот товар. В данном случае выставляем в категории тряпичных кукол. Мы пропустим категорию subtitle и пропустим категорию custom label, потому что в данном случае они нам не нужны и никак не помогут. Если вы хотите выставить лот в нескольких категориях, вы можете это сделать, однако эта услуга не бесплатна и, как показывает опыт, покупатели редко смотрят товары каких-то директорий. Они, как правило, ищут товары по названию, по ключевым словам. Как видите, 35 центов хочет аукцион за эту услугу, за дополнительную категорию. Я не считаю нужным платить за эту услугу, поэтому мы просто убираем вторую категорию. UPC номер это номер изделий массового производства. К нам это не относится, поэтому пишем doesn't apply и далее переходим к выставлению фотографий. Фотографии заранее приготовлены, как вы помните. Я рекомендую загружать все 12 фотографий с разных углов, разных видов изображения, но для экономии вашего времени сейчас мы загрузим только две. Brand Artist, имеется в виду, кто его сделал, это изделие, сделали вы. Выбираем handmade и сейчас пишем description, то есть описание лота. Тоже воспользуемся транслейтором. Google переводчик отлично переводит с русского или с украинского на английский и вставляем это описание. Сейчас мы делаем только базовые шаги. Я показываю вам только необходимый минимум того, что нужно сделать при выставлении лота на торги. Итак, выбираем формат фиксированная цена, не аукцион, длительность 30 дней и прямо сейчас мы готовы выставить этот лот. Цена за лот будет 25 долларов. Что такое best offer? Это когда вы говорите, что да, автоматически если кто-то предложит цену, в данном случае 20 долларов, я соглашаюсь автоматически, то есть аукцион соглашается вместо меня. Если кто-то предложит меньше 15, то аукцион автоматически отклонит это предложение. Устанавливаем адрес WesternBid, приема платежей WesternBid, PayPal, WesternBid.com, для приема платежей в американской системе, для европейской системы, если вы продаете только для жителей Европы, будет другой адрес. SalesTex, обязательно поставим галочку напротив этого поля. Проверим еще раз, что во Флориде установлено 7%. Таблица, как мы видим, появляется в отдельном окне. Далее устанавливаем политику возвратов. Возвраты принимаются как внутри Америки на адрес WesternBid, domestic, так и international, то есть вы принимаете на свой адрес в Украине в течение 30 дней и оплачивает пересылку покупатель в данном случае. Можно сделать так, что пересылку оплачивает продавец, то есть вы. Теперь переходим к указанию стоимости пересылки. Поскольку посылка идет из Украины, то стоимость пересылки domestic, то есть для жителей США, и international, то есть для жителей других стран будет одинаковый, скажем 15 долларов. Handling time, это время обработки заказа до отправки, напишем 2 рабочих дня, а способ пересылки economy shipping от 11 до 23 дней. Same cost to all buyers, это значит, что неважно где находится человек, стоимость пересылки будет одинаковой. Это обычная практика для продавцов, торгующих из Украины, ставить стоимость пересылки одинаковой для всех стран. Хотим ли мы, чтобы наш товар был виден в Англии? Нет, наверное, за дополнительные деньги этого делать не стоит. Итак, двигаемся дальше. устанавливаем, где находится товар. В данном случае по умолчанию у меня в настройках стоит Украина, Киев. Вы можете выбрать свой город и посмотрим, как этот листинг будет выглядеть на eBay. Открывается в отдельном окне. Это окно не очень функционально, большинство кнопок не работает, просто внешний вид, как он выглядит. Нужно проверить, прежде чем выставить товар на торги, хотя впоследствии можно даже выставленный товар немножко обновить или добавить к нему что-либо. Да, видим, что sales tax установлено, все верно и мы готовы к тому, чтобы выставить товар на eBay. Нажимаем на кнопочку list items. Я вас поздравляю, товар выставлен. Вот приветственное окно и вы можете проверить, как он выглядит теперь непосредственно на eBay вживую. То есть это настоящий листинг, который выставлен буквально минуту назад. Описание, указанный способ пересылки, возврат товара, в каком случае, сколько дней мы даем на возврат, если вдруг покупатель решит вернуть товар по той или иной причине. И еще раз, если нам нужно что-то добавить в этот листинг описание, изменить или фотографии, revise your item, эта ссылка позволит нам вновь зайти на листинг и сделать необходимые поправки. Вот так выглядит экран для последующих изменений. Если вдруг вы хотите их сделать, я же с вами прощаюсь. С вами был Михаил Бирман. Удачных вам торгов! Субтитры создавал DimaTorzok